Решили записать на лайв-канал наш отзыв, наше впечатление о горячих источниках с юга России, которые нам понравились меньше всего. Наверное, для той цели, чтобы мы туда не ездили, а выбрали что-нибудь другое, более интересное и полезное. Речь идет о СПА-курорте, назовем это так, база отдыха Акватерма. Она находится в республике Адыгея, буквально там в 20 километрах от столицы республики Майкопа. Но сначала стоит отметить про республику, вообще Россия большая, у нее есть области, у нее есть края, у нее есть республики. И вот когда ты заезжаешь в любую республику, как республику Алтай, республику Карачао-Черкесия, республику Адыгея, как-то вот только пересекаешь границу и все становится совсем по-другому. Как будто ты выезжаешь из России и попадаешь куда-нибудь в Грузию, куда-нибудь там в далекое село в Грузии. То есть все-таки по ощущениям это пока какие-то 90-е. И понятно, что базы отдыха, они примерно так же и развиваются по тому, как привыкли жить в республике. И вот, к примеру, Акватерма, она достаточно элитна с точки зрения местных. Достаточно дорого стоит. Если вы хотите там остановиться на ночь, то отель стоит 5 тысяч за 9, если у них бронировать еще 500 рублей залога, как бы вы что, не сломали? Не 500, а 5 тысяч рублей залога. 5 тысяч рублей залог? Да, да. Ужас. Ну, есть лайфхак, бронируйте через островок, но на самом деле лучше вообще не бронируйте. Островок им не разрешают залог брать. Так, вот Акватерма, то есть, что это такой СПА-комплекс, там огромный бассейн с термальной водой, бассейн 1, он работает там с 8 утра до 11 ночи, там постоянно играет музыка, очень шумно. И главный минус, почему не стоит останавливаться, во-первых, это очень дорого, во-вторых, вода, бассейн очень грязный, без шуток вообще. Ну, посмотрите видео о том, где мы рассказываем про эти источники. Да говори честно, плевотина там плавала в бассейне, и они не убирали ее. Но грязь плавала, была очень неприятная, и после этих источников, единственных вообще за все время, что мы были грецы в Италии, в России, из источников, ну, я не знаю, еще кожа не слезла, но серьезно, настолько реакция была сильной, видимо, из-за того, что бассейн либо плохо чистит, либо не успевает чистить, либо экономит на чистке, в него добавляют какой-то еще дезинфектор, то есть у вас там термальные воды, и еще какая-то химическая дрянь, в итоге, конечно, кожа может вызвать очень неоднозначную реакцию, например, будете краснеть, чесаться, еще что-нибудь. Конечно, нам сказали, что у них такого никогда не бывало, и это конкретно у меня такая реакция. У меня тоже. Ну, это не конкретно у меня, и не конкретно такая реакция, просто реальная вода пахнет, химией немного, и видно, что чистит очень плохо, поэтому это вот негативный такой отзыв про акватермы. Мы когда туда ехали, по фотографиям, это было такое спокойное, уютное место, ты выходишь из своего домика, у тебя там термальный бассейн, погружаешься в него такой релакс-релакс, спокойная музыка, короче, все, получаешь удовольствие, а на деле это какой-то постоянный кутеж, тусовки. Там написано по периметру, что, мол, нельзя находиться в алкогольном опьянении территории этого комплекса, но при этом 60% взрослого населения, что находится в бассейне, они пьяные, и вообще пиво, которое они покупают, алкоголь, которое они покупают, они приобретают ровно в этом спа-центре, ну, то есть в баре этого спа-центра. Какие дешевле было? Серьезно? Дешевле. Да, второе грязно, третье, вместо туалетов, вместо туалетных стульев, они поставили очки, то есть вы платите 3,5 тысячи, чтобы просто пойти покупаться, и вместо туалета сидите на очке, в дырке. Да, короче, как-то все так вот. И всем, самое главное, нормально. То есть, если это была бы, ну, конечно, так скажем, не республика, а нормальная часть России, область, там было бы совсем по-другому, потому что люди могут требовать, а там, типа, ну, нам кровать не заправили. Ну, как бы ладно, кровать не заправили, положили билет, который постоянно слазит от матраса, это неприятно. Такие, вместо запланированных трех дней, мы провели там один день и буквально сбежали. Хорошо, хоть нам деньги вернули за два дня. Да, деньги вернули. Вот поэтому они молодцы, ну, видимо, мне кажется, что мы не первые так делаем. Вообще, они очень обрадовались, что мы съезжаем, потому что они сдают за номера за 5 тысяч.